Уважаемые слушатели, мы продолжаем изучение курса современной США. На прошлой лекции мы начали изучение темы современная социальная и политическая ситуация в США. Сейчас мы поговорим с вами об Институте Президентства в США и о самых выдающихся президентах в истории страны. Перед вами президентский символ, президентская эмблема, на которой все тот же белоголовый орлан и который держит в лапах с одной стороны оливковую ветвь, как символ мира, а с другой стороны 13 стрел. Цифра 13 довольно характерна для американской символики, потому что первые 13 штатов, 13 североамериканских колоний восстали против митрополии и получили независимость. И вот в лапах у на гербе США, на президентской эмблеме есть эти 13 стрел, как символ первых 13 штатов США. Поговорим мы сегодня о Институте Президентства в США в целом и о том, кто может быть американским президентом, как проходят выборы американских президентов и немножко о самых выдающихся президентах в истории страны. Мы проанализируем историю возникновения и современности Института Президентства в США и рассмотрим элементы политической биографии наиболее известных американских лидеров. Нам также потребуется знание нескольких терминов. Как правило, президентами США становятся люди одаренные и даже харизматические. Вот термин харизма это исключительно одаренность, это то, что вытекает из сути личности того или иного человека. Харизматических лидеров в истории человечества было достаточно много. Если брать новейшую историю, то во Франции это Шарль де Голь, в Британии это Уинстон Черчилль и Маргарет Тэтчер. В истории США очень многие американские президенты были харизматическими визерами. От Джорджа Вашингтона и Томаса Джефферсона до Аврама Линкольна, Лудро Вильсона, Франклина Зона Рузвельта, Джона Кеннеди и многих других. Мы упомянем термин импичмент, это процедура отстранения президента с его поста. Вот сейчас пытаются подвергнуть импичменту действующего президента США Дональда Трампа. В истории США еще была пара случаев, когда пытались применить эту процедуру и однажды, не дожидаясь импичмента, президент ушел со своего поста. Это был Ричард Никсон после знаменитого отергейского скандала. Все это является частью американской политической системы. И в этой системе, пожалуй, институт президентства, это, наверное, самый интересный элемент, потому что он связан с личностью, он очень персонифицирован. Президент – это очень важная фигура в стране, это глава исполнительной власти, у него огромные полномочия, он издает указы, выносит обсуждения в Конгресс законопроекты. Безусловно, он является верховным главнокомандующим и во многом является представительской фигурой, олицетворяя собой весь американский народ. Резиденцией американских президентов является Белый дом, собственно говоря, так называлось родовое поместье Марты Кастис, это жены Джорджа Вашингтона. Ну, есть версия, что Белый дом, потому что в свое время англичане захватили и сожгли его во время войны 1912-1913 годов, но потом, так сказать, он был заново выкрашен, выбелен в белый цвет, так сказать, да, и поэтому стал White House. Так что вот есть две версии, почему он так называется. Так или иначе, это историческое место, где проживает президент США, то есть когда президент США избран, вот он вступает в должность, и предыдущий президент с семьей, с вещами выезжает, как бы, да, и новый президент заселяется в Белый дом. Первая леди, как правило, проводит небольшой ремонт, как бы, что-то меняет в интерьере, завозит какие-то свои вещи, создает какой-то определенный такой имидж, шарм такой, придает Белому дому на именно этот период президентства. Вот, и это очень удобно, это очень выгодно, то есть президенту не нужно откуда-то ехать из какой-то загородной резиденции к месту работы, когда там останавливается движение, там тратится время на перемещение. Нет, вот американский президент живет на верхнем этаже, вот, Белого дома, а работает на первом этаже, то есть он просто спускается вниз и, так сказать, начинает работу. Вот, с этим рабочим местом президентом США является овальный кабинет в левом крыле Белого дома. Вообще, Белый дом, он внешне выглядит очень небольшим, но это огромные комплексы, состоящие из сотен комнат, в общем-то, там есть подземные помещения, есть, так сказать, всякие скрытые помещения, так сказать, вот, и это целая система, скажем так, да, очень-очень интересная и очень тщательно охраняемая. Надо сказать, что президент США может занимать этот срок, эту должность не больше двух сроков. Поначалу не было законодательных ограничений на это, но просто так повелось, что первый президент США, Джордж Вашингтон, был на этом посту два срока, и последующие президенты, второй, третий, четвертый и так далее, они просто не имели морального права, как бы, находиться дольше на этой должности. Вот, а поскольку законодательных ограничений не было, вот, когда началась Вторая мировая война, то Франклин Дилан Рузвельт, который избирался в 32-м и 36-м годах, он пошел на выборы с 40-го года и потом еще победил на выборах с 1944-го года. Это единственный президент, который четырежды побеждал на президентских выборах, а уже после его смерти в апреле 45-го года, через несколько лет, в общем-то, разработали очередную поправку Конституции США, по которой теперь уже законодательно. Никто не может занимать этот пост больше двух сроков, то есть больше восьми лет. Президентом США может стать человек старше 35 лет, американский гражданин по рождению, именно не получивший гражданство, так сказать, уже в зрелом возрасте или там подростковом возрасте, а именно родившийся на территории США, вот, и проживший на территории страны не меньше 14 лет. Я думаю, что вот именно это мешает тому же, допустим, Арнольду Шварценеггеру, очень популярному в Америке человеку, который был губернатором Калифорнии, да, который был спортивным министром, так сказать, США, вот, занять президентский пост. Просто дело в том, что он родился в Австрии, он австриец, давно-давно приехал в США, принял американское гражданство, но поскольку он не родился в США, он вот не имеет права баллотироваться в американские президенты. Обращаю ваше внимание, что членом Палаты представителей США можно стать, начиная с 25-летнего возраста, членом Сената, сенатором можно стать с 30-летнего возраста, а президентом с 35-летнего, то есть вот такой своеобразный 5-летний шаг есть, да, между Нижней Палатой Конгресса, значит, Сенатом и должностью президента. И еще обращу ваше внимание на особенности избирательной системы в США. Дело в том, что вот мы привыкли жить при системе прямых президентских выборах. Вот у нас, в соседней России, так сказать, вот люди приходят и сразу голосуют, значит, за президента, и потом по результатам подсчета голосов, вот, разглашается очередной президент страны, да, или тот же остается на своей должности. Вот США несколько другая система, она очень отличается, там не прямые президентские выборы, а двухступенчатые. То есть вначале, значит, проходит голосование внутри каждого штата, вот, очень важно победить в каждом отдельном штате. А потом уже вот в этом каждом штате вот голосует коллегия выборщиков. Выборщики это такие очень, такие авторитетные, опытные, ответственные граждане, которые вот представляют тот или иной штат в зависимости от численности населения. И всего выборщиков 538 в США. Для того, чтобы победить этот президент в США, нужно набрать 270 и более голосов выборщиков. То есть 50% плюс 1, как раз получается 270. Вот, и в истории США были случаи, когда выборы были очень-очень близки, как, кстати, когда буквально на несколько голосов выборщиков один президент оперирует другого. Ну, так было в случае с выборами Джорджа Буша-младшего, когда он очень небольшим перевесом победил Альберта Гора. Это было в 2000 году. И там даже пришлось прибегнуть к ручному пересчету бюллетеней для голосования в штате Флорида. Чем отличается эта система? Тем, что можно победить, набрав меньше голосов, чем твой противник. Вот если бы в США были прямые президентские выборы, то сейчас президент США была бы Хиллари Клинтон, а не Дональд Трамп. Ну и, допустим, Джон Кеннеди не победил бы на президентских выборах 1960 года. То есть дело в том, что выборы как бы проходят в каждом отдельном штате, да, вот. И там можно, победив с небольшим очень перевесом, допустим, 51% голосов против 49%, все равно к тебе отходят все голоса выборщиков этого штата. То есть можно побеждать с небольшим перевесом, а проигрывать, допустим, в некоторых штатах с большим перевесом. И тогда может получиться так, что у тебя больше голосов выборщиков, но при том, что большее, так сказать, количество избирателей проголосовали за твоего соперника. То есть вот этим эта система очень необычна. И сами американцы уже начинают задумываться, не пора ли ее пересмотреть. Она, в общем, достаточно архаична и необычна. Кстати, именно поэтому избирательный, то есть процесс выборов в США очень своеобразный. То есть, если, допустим, предварительно в каком-то штате один кандидат имеет 80% поддержки, а его противник 20%, то в этот штат нет необходимости ехать. Это, кстати, заниматься там избирательной компанией, там, агитировать, потому что, ну, какой смысл поднимать, как бы, свой рейтинг с 80% до 90%. Наоборот, можно бросить этот штат, как бы, допустим, рейтинг понизится, ну, до 70%, пусть даже до 60%, все равно, как бы, все выборщики из этого штата проголосуют за тебя, да. Вот, и нет смысла, опять же, бороться в том штате, где твои позиции очень низкие, допустим, да, где за тебя голосуют, там, 20, 25, 30%, ну, поднимешь ты рейтинг, там, до 35%, и что, все усилия впустую все равно, все выборщики, все голоса их отойдут твоему противнику. Поэтому там, где позиции сильны или слабы, там вообще, как бы, кандидаты в президенты не заморачиваются, они, в основном, стараются максимум внимания уделить тем штатам, где ситуация неопределенная, где может победить как один, так и другой. Вот такие штаты называются Battleship States или Battle States, то есть штаты, где ожидается битва, где ожидается борьба, таких штатов где-то около полутора десятков, начиная от Невады, заканчивая, там, Айовой, некоторыми другими, в общем, не буду их называть, Северной Каролиной, там, Иллинойсом и так далее, то есть там есть примерно полтора десятка штатов, где вот кандидаты в президенты стараются победить именно там, потому что там ситуация может качнуться как в одну, так и в другую сторону, и вот они предпринимают огромные усилия, так сказать, вот именно в этих штатах. Вот мне довелось во время избирательной кампании 2012 года находиться в штате Айова, в городе Айова-Сити, где я в университете Айова был финалистом программы Fullbright, и вот как раз на встречу с профессорским выбирательским составом этого университета приехал кандидат президента Барак Обама с вице-президентом Байденом, и вот я присутствовал на этой встрече, видел Обаму с близкого расстояния, что называется, слушал его выступление, он где-то минут 45-50 выступал абсолютно без тезисов, без бумажек, что называется, вот он очень хороший оратор, как выяснилось, так сказать, и вот туда же приезжали и его супруга, значит, Мишель Обама и так далее, потому что это Battle State, то есть здесь намечалось такое сражение, и очень важно было победить в этом штате, поэтому очень много усилий, так сказать, именно в этих штатах предпринимает вот команда президента, да, чтобы он выступал как можно чаще, и как можно отчаяния боролся именно вот в этих вот Battle States, как бы за свою должность. Надо сказать, что в истории США вот сейчас у власти 45-й президент, только один президент занимал два срока с перерывом, вот, Кливленд, только 9 президентов США как бы сошли с дистанции раньше, вот, вот, так получилось, что четверо умерли своей смертью, последний из них это Франклин Делану Рузвельт, который скончался от инфаркта 13 апреля 1945 года, вот, и так, четверо президентов во время исполнения полномочий умерли своей смертью, четверо были убиты, вот, это Линкольн, это Гарфилд, Макинли и Джон Кеннеди, вот, и так, четверо умерли, четверо были убиты, и один президент добровольно ушел в отставку, это Ричард Никсон, вот, во время уторгейского скандала, так сказать, его, чтобы не уходить из-за процедуры импичмента, он сам добровольно подал в отставку, и так, вот, 9 президентов США в истории 45, значит, досрочно прекращали свои полномочия, в этом случае президентом США становится вице-президент, поэтому, кстати, во время избирательной кампании президент баллотируется вместе с вице-президентом в паре, а потом, впоследствии, есть интересный такой закон, что им нельзя находиться вместе в одном автомобиле, там, в одном поезде, в одном самолете, ну, это потому, что вы понимаете, да, то есть в случае, там, теракта или аварии, так сказать, крушения, вот, чтобы страна не осталась сразу без обеих лидеров, так сказать, да, вот, вот, ну, есть там список, что если вдруг одновременно что-то случится, погибнут президент и вице-президент, вот тогда и там есть список, кто в этот момент, там, может стать президентом, там, госсекретарь, первая члена Сената, там, спикер Конгресса и так далее, то есть там список должностей, там, порядка 15-20 должностей есть, но пока ничего подобного не происходило, и вот вице-президенты сменяли ушачих досрочно президентов по той или иной причине. Безусловно, среди самых популярных президентов в истории США это первый президент Джордж Вашингтон, вот, годы его жизни 1732-1799, вот, это выдающаяся личность, один из отцов-основателей США, главнокомандующий армии США в период войны за независимостью, человек, который один из создателей американского института президентства, и он в молодости был землемером, а в то время землемеры еще обладали такими навыками архитектов, они помогали строить новые города, поселки, и, кстати, Джордж Вашингтон вместе с французским архитектором, они проектировали нынешнюю столицу США, вот, город Вашингтон, и названо это в честь Джорджа Вашингтона, первого американского президента. Вторым президентом США был Джон Адамс, потом Джеймс Мэдисон, затем Томас Джейферсон, тоже очень популярный, известный президент, главный автор декларации независимости США, выдающийся мыслитель, философ, американский. Пожалуй, одним из самых популярных президента США является Абрамом Линкольн, трагически погибший в 1865 году в результате покушения. Человек, при котором США победили, так сказать, Еженую Конфедерацию в годы Гражданской войны. Человек, который отменил рабство негров США, он один из тех людей, которых в США называют self-made man, человек, который сделал себя сам, да, без денег, без родственных связей, он из семьи фермера, первопроходца, их называли скватерами, вот он из скватерской семьи, вот, и, в общем, самоучкой выучился на юриста, так сказать, стал конгрессменом, а затем победил на президентских выборах США в 1860-64 годах. О нем, вот еще лет 10 назад, было написано уже около полутора тысяч книг, биографических очерков и так далее. То есть, это, безусловно, один из самых выдающихся и популярных президентов США. К таковым можно отнести и Франклина Дилану Рузвельта, выдающегося американца, единственного, как я уже говорил, четырежды избиравшегося на этот пост. Он возглавлял США в очень трудный период, вот, от Великой депрессии до окончания, ну, почти окончания Второй мировой войны. Он один из основоложников ООН, Организации Университетской Нации, именно, кстати, он предложил такое название для этой организации. Вот, и, что еще очень важно, он был инвалидом, передвигался в коляске, вот, вообще-то, американцы очень любят таких высоких, здоровых президентов. У них, вот, что ни посмотришь, там, в районе метра девяносто, так сказать, еще многие президенты, и Линкольн, и Вашингтон, и Рейган, и многие-многие другие. Вот, а вот Рузвельт был инвалидом, и тем менее, вот, они его избрали, потому что он не сломался из-за своей болезни, а, наоборот, развился интеллектуально, морально, так сказать, да, и, вот, показав этим пример, да, как можно бороться с проблемами, как можно бороться с болезнями, вот, американцы в него поверили, и избрали его президентом четыре раза подряд. Из президентов США, вот, второй половины 20-го века, начало 21-го века, пожалуй, наибольший интерес, уважение вызывает Джон Кеннеди, который является героем Второй мировой войны, он был командиром торпедного катера, и побывал в очень тяжелых боях, и был ранен, и, так сказать, у него было очень серьезное ранение, связанное со спиной, у него все время болела спина после этого, вот, и, несмотря на это, он, в общем-то, стал выдающимся политиком, самым молодым из избранных президентов США был, вот, и трагически был убит в Далласе в 1963 году, до сих пор это убийство называют убийством века. Джон Кеннеди был 35-м президентом США и одним из самых ярких, харизматичных лидеров этой страны второй половины 20-го века. Вот, совсем недавно президентом США был Барак Обама, первый чернотожий американский президент, вот сейчас президентом США является такой известный промышленник-бизнесмен Дональд Трамп. На этом наша лекция окончена, благодарю вас за внимание.